Продолжение следует... Разъяснить ее основные положения мы попросили первого заместителя секретаря полицовета Лобинского местного отделения партии «Единая Россия» Олега Николаевича Кухну. Олег Николаевич, что же означает это иностранное слово «праймерис»? Сегодня модно, так сказать, вводить в обиход различные слова и есть сегодня в выборно-партийной работе такое понятие, как «праймерис». Проще говоря, это проведение в рамках уставной деятельности каждой партии предварительно внутрипартийного голосования для определения тех или иных приоритетных кандидатов на выборные должности, либо в Совет депутатов, либо на должности органов исполнительной власти. Мы принимали участие в проведении праймерис и по выдвижению кандидатуры губернатора, и по выдвижению кандидатов на законодательное собрание края и местные советы. Это в рамках «Единой России» мероприятие не новое, поэтому, проще говоря, это проведение внутрипартийного предварительного голосования по определению приоритетных кандидатур на тот или иной уровень исполнительной власти, государственной власти. А в чем суть этого процесса? Ну, суть процесса, прежде всего, это право каждого партийного, право каждого беспартийного выдвинуть свою кандидатуру, вот если применительно к выборам в Государственную Думу, для участия во внутреннем партийном голосовании. Выполнить обязательные мероприятия, стать кандидатом, причем в чем особенность этих внутрипартийного голосования? Человек не обязательно должен быть членом партии «Единая Россия», а выполнить требования, прописанные в уставе, и зарегистрировать свою кандидатуру. В чем суть процесса? Это проведение агитационной работы, это не сами выборы, это не агитация за себя, как за кандидата в депутаты, а проведение агитационной работы с избирателями, возможность изучить проблемы территории, пообщаться с людьми, рассказать о себе и воспользоваться правом попасть либо в партийный список, либо в кандидат номер один по одномандатному избирательному округу. В Крае создан региональный штаб по проведению предварительного внутрипартийного голосования, который заканчивает регистрацию выдвижения 15 апреля. Но, безусловно, люди, которые подают свои документы, они должны разделять требования партии, прописанные в уставы, положения партии, и поскольку они будут дальше представлять либо партийный список, либо себя как кандидата одномандатника в предвыборной гонке от партии «Единая Россия». Поэтому еще можно успеть, еще можно заявить о себе, проявить себя и доказать словом и делом о своей состоятельности, как о будущем кандидата. Что же касается остальных партий, то процедура предварительного внутрипартийного голосования, насколько я знаю, прописана только в уставе партии «Единая Россия». И впервые это будет проводиться в рамках всей Российской Федерации, то бишь это всеобъемлющая акция. И сделано это еще и для чего? Поскольку часто «Единую Россию» упрекают в том, что сегодня она представляет собой, ну можно сказать, закрытый клуб для элиты, деловой, номенклатурной и так далее, что выдвижение идет закулисно, кулуарно, то здесь процесс, который будет проходить полностью открыто. И любой сегодня житель может прийти и проголосовать за того или иного человека, дав ему право, делегировав ему право, дальше баллотироваться в Государственную Думу. Если говорить о самой процедуре, она будет проходить 22 мая этого года. Ей будет предшествовать действительно на территории, в частности нашего района, агитационная кампания кандидатов от партии «Единая Россия». И я думаю, что будут и встречи, и участие в сходах граждан, и мероприятия, может быть решение каких-то вопросов, по итогам которых люди, придя на так называемые счетные участки, смогут выразить доверие, либо недоверие, о включении в партийный список, либо выдвижении кандидатом-одномандатником. У нас 11, как я сказал, счетных участков, 5 в городе, 6 в сельских населенных пунктах. Мы постараемся это опубликовать, сделать доступным и в газете, и на имеющихся интернет-ресурсах, о том, чтобы люди знали, куда и когда они смогут прийти, а также постараемся, чтобы кандидаты провели как можно больше встреч, что даст им возможность также изучить проблематику, а может уже и предложить какие-то решения к реализации тех или иных проблем. А для чего внутри партии нужны дебаты кандидатов, работа с избирателем, встречи на местах, выступления в СМИ, если предполагается, что однопартийцы уже единомышленники? Безусловно, несмотря на то, что партийцы и должны быть единомышленники, но каждый имеет те или иные устремления и мнения по решению тех или иных вопросов. И в чем-то они могут быть согласны, не согласны. И, наверное, было бы странно, если бы от партии, к примеру, на выборы по одномандатному округу, выдвинулось бы три кандидата от партии «Единая Россия», которые имели бы разную программу или опыт работы или методы в решении тех или иных вопросов. Поэтому, безусловно, еще одна из целей – это преследующее исключение внутрипартийной конкурентной борьбы при проведении уже непосредственно агитационной работы в период избирательной кампании к выборам в Государственную Думу. То бишь, как я уже сказал, это лучшие из лучших будут избраны людьми, и призываю каждого воспользоваться этим правом, поучаствовать в этом процессе. Почему «Единая Россия» – единственная в стране партия, которая решилась на эту процедуру? Ну, мне сложно сказать. В то же время, я думаю, что, несмотря на имеющийся поток критики, где-то может быть справедливой, где-то может быть субъективной, как правящей партии, в то же время нам есть что сказать и положительного за проделанные пять лет, в частности, ряд партийных программ были реализованы и на территории Лобинского района. Я думаю, это как раз показатель того, что партия «Единая Россия» не боится вступать в диалог, не боится рассказать о своей платформе, не боится критических замечаний, и готова работать над любым конструктивным предложением или над любой конструктивной критикой для того, чтобы решать те проблемы, которые накопились в обществе. Мне сложно дать комментарий, почему другие партии не используют данную возможность. Я думаю, что наша задача, как первичной организации районной, реализовать право проведения праймерис на территории Лобинского района, донести эту возможность каждому нашему жителю. Ну и, кстати, хочу сказать, что праймерис, который проводится, вот мы видим, в других странах, когда идет также внутрипартийная борьба кандидатов, где идет предварительное голосование, также определяет лидера, который дальше поведет либо страну, либо партию в парламент и так далее. Поэтому это становится нормой, и мы видим, насколько это жаркая дискуссия, насколько это острая даже внутрипартийная борьба. Но здесь, я думаю, право людей. И это, на мой взгляд, интересный опыт, новый опыт в рамках всей России, где люди могут сказать свое слово, кому из идущих кандидатов они готовы доверить дальнейшее представление партии или их интересов в федеральном собрании, в законодательном собрании. А насколько эта процедура будет интересна жителям страны, не будет ли она восприниматься как подмена выборов? Очень хороший вопрос. И действительно, есть в этом плане определенная тревога в том, чтобы люди понимали, что придя на счетный участок, не на избирательный участок, они участвуют именно в процедуре предварительно внутрипартийного голосования. И человек, за которого они опускают бюллетень в случае его победы в округе, не становится автоматически депутатом Государственной Думы, а ему еще предстоит после объявления выборов в Госдуму пройти весь сложный путь борьбы, конкурентной борьбы с другими политическими партиями. Но это наша задача, как организационного комитета, разъяснить людям, и мы постараемся использовать любые мероприятия, сходы граждан, встречи с общественностью, с тем, чтобы провести работу именно по популяризации самой программы, не какого-то конкретного кандидата, а объяснить весь процесс и весь подготовительный цикл мероприятий, к которым они могут принимать участие. Это наша задача, чтобы люди поняли, что это не выборы. А как будет проводиться правильность в Владимирском районе? Значит, голосование будет проходить на 11 счетных пунктах, 5 в городе, 6 в сельских населенных пунктах, причем по положению это должно быть не более 20% от общего количества избирательных участков, поэтому не факт, что человек, голосующий на одном избирательном участке в любые процедуры выборов, придет на этот же избирательный участок голосовать на праймерис. И это еще одна организационная проблема, над которой мы будем работать. Но, безусловно, я думаю, что люди, которые будут принимать участие либо в предвыборных встречах, либо в дебатах, которые мы будем планировать на территории района, изучив программу того или иного кандидата, который также может ее размещать и в средствах массовой информации, на телевидении, в газетах, на радио, придя на счетный избирательный участок, должны иметь при себе паспорт, поскольку у нас нет паспортной базы или каких-то списков избирателей, просто заявить о своем желании, получить бюллетень и проголосовать за того или иного кандидата. А что еще нового в этом году в процедуре праймерис? Ну, безусловно, вот я могу сказать, что лозунг, под которым проходит подготовка к праймерис, это открытость, гласность и легитимность. Дабы никто не упрекнул сегодня партию в том, что это проходит в закрытом режиме, и процесс голосования уже предопределен, и кандидаты определены и в партийный список, и в кандидаты-одномандатники. Сегодня мы реализуем техническую сторону решения вопроса ведения онлайн-трансляции, то бишь каждый житель может увидеть. Более того, люди проголосовавшие, их фамилии будут внесены в базу, то, что, к примеру, Иванов Иван Иванович проголосовал, а не кто-то за него проголосовал. Это исключит и возможность голосования на двух или трех счетных участках, а также это исключит любой подлог в проведении голосования, любые вбросы. Поэтому то, что кандидаты заработают, то они и получат и явку, и процент симпатий потенциальных избирателей. Олег Николаевич, а что важного Вы бы хотели сказать соотечественникам в начале пути? Я хотел бы призвать и обратиться вот с каким предложением или с какими словами, что нельзя быть пассивными. Как бы мы сегодня не относились к проведению выборов в любые органы власти, мы являемся жителями своей страны, и я думаю, все процессы, которые происходящие в стране, затрагивают так или иначе нас. Поэтому призываю следить за процессами происходящими, так сказать, на политическом фронте, принимать в них самое непосредственное участие и сказать откровенно, от Вашего голоса или от Вашего выбора сегодня реально зависит та ситуация, которая будет складываться у нас в стране и в крае. Поэтому мы хотим, чтобы эта процедура, о которой мы сегодня говорим, прошла с активным участием всех людей и в проведении агитационной работы, предшествующей непосредственно 22 мая процессу голосования, и непосредственно в явке уже в сам день проведения праймерис.